Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Карпинская, студия Новое Планетарное Телевидение Индия. И я продолжаю чтение статьи «Ваше всё». Называется глава шестая «За чей счёт живут люди на Земле?». То, о чём я говорю, нужно осознать на Земле тем, кто ещё дышит живой жизнью. Самое главное, что они должны сейчас осознать. И что осознала я не так уж давно. За счёт нашего дыхания жизни живут в кредит остальные люди. Как там писали в писаниях, пока есть хоть один святой человек, жизнь грешника будет продолжаться за счёт этого святого. Вы, надеюсь, поняли смысл того, что я вам сейчас открыла. Так люди и людям даётся последний шанс, который они используют во благо жизни и продолжают уничтожать жизнь на планете, в своей жизни, да, и уничтожать жизнь на планете собственными руками. Пилят сук, на котором сами сидят и не желают осознать это. Посчитайте, сколько среди людей живых, не зазомбированных, не потерявших и не разменявших свою душу на медные гроши. Сколько людей мыслящих, от кого веет свежестью и правдой. Кругом одна ложь, и потому повсюду веет прахом. И люди гниют заживо, но продолжают копошиться, уничтожать планету друг друга и бесконечно лгать. Поэтому, когда по Москве ездишь, просто в автобус заходишь или в метро, и нос затыкаешь от всех людей, воняет. Просто изо ртовых воняет страшно, они гниют заживо. Излечи меня, доктор, от лжи. Излечи, ну чего тебе стоит? Я такие тебе рубежи пооткрою, что дух забродит. Владимир Роксиковский. Людей ждёт погибель. Скажите, покажите мне то место или сообщество, где есть брожение духа сегодня. Не видите? И я не вижу. Все спят, и только единицы, и просто копошатся во сне и пытаются что-то делать. Всё идёт по накатанной прямо погибель. Процесс этот не происходит за один год или несколько лет. Так как болезнь рака, допустим, развивается незаметно, а потом уже невозможно ничего сделать. Так и здесь. Все признаки раковой опухоли на планете есть, и она растёт. Сделаем выводы сами. Но люди думают только о собственной наживе, и потому не видят своей гибели так же, как люди смертельные. Смертные не видят приближения своей кончины. И до последней минуты смерти пытаются грести под себя и держаться за то, что уже в гроб им самим не унести. И кивают головой на детей, мол, не для себя делают, для своих детей. Хотя это всё ложь и самая настоящая отмазка. Душа, погрязжая в алчности, уже не думает ни о ком. Служит только своим порокам алчности и жадности. И убедиться в этом можно, внимательно посмотрев на нашу молодёжь. Задайте себе вопрос, почему молодёжь стареет на глазах. Не проходит и двух лет, как подростки и юноши превращаются в стариков и тяжеловесных древних тевтонцев, которые не останавливаются ни перед чем и ни перед кем. Потеряна совесть и кругом равнодушие к чужим ведам не только в нашей стране. Это происходит по всему миру. И всё это от потери русской мысли и энергии. Её возвращение просто необходимость. Она нужна, как воздух, каждому существу на планете Земля. Иначе мрак и бездна неминуема. Меня просто обязаны услышать все руководители стран и все простые люди. И поддержать мой 108-й проект во благо всего человечества и во спасение всех, направленные на спасение. И я проповедую русскую мысль Пушкина. Кто-то мне крикнет, что я проповедую русскость и национализм. И я отвечу, я проповедую не национализм и не расизм. Я проповедую русскую мысль, рождённую поэзией Александра Сергеевича Пушкина. Я хочу заранее спросить всех болтунов и крикунов, кто из вас против Пушкина? Есть такие на планете Земля, а? Если есть, вам придётся стать в один ряд с убийцей Дантесом и всеми убийцами мира. И путь у них один – в небытие. Пора понять и принять уже заезженную мысль о том, что планета Земля – это живое существо, и она подобна человеку. Разве можно сказать о человеке, что голова у него должна быть отдельно от туловища, или что кровь венозная имеет русский национализм, и потому ею следует выпустить из тела? Так и у нашей планеты Земля. Русская мысль является кровью планеты, и она нужна всем, независимо от национальности и государства. И это тоже должны понять все живые существа этой планеты и всех других планет. И уже больше нет времени сисюкаться с разными невеждами и бесконечно до хрипа объяснять им самые простые и элементарные вещи. Всё, вот это вот я хотела сказать. И следующее продолжение будет восьмая глава. Кто против русской мысли, тот против Пушкина. Кто против Пушкина, тот Дантес. Ну это в следующий раз, а сейчас до свидания. Да, я как бы шокирую, возможно, вас в своей одежде, мне жарко, и я одеваюсь так, как я хочу. А вообще я вас настраиваю не на то, чтобы вы смотрели на телеса, разглядывали волосы, очки, или задницу, или передницу, а чтобы вы слушали смысл того, что я говорю. И вообще слушали душу, свою и слова.